друзья всем привет с вами наталья и канал садовой фантазии сегодняшнее видео я хочу посвятить пересаженным крупным растениям кустарником и молодым деревьям что такого особенного и на что надо обязательно обратить внимание к сожалению без пересадок в наших садах но обойтись я считаю невозможно у меня вот данная пересадка вот этой довольно взрослой лещины была вынужденная то есть у нас начались строительные работы в саду не запланированные но без них никак невозможно было обойтись и мне пришлось убрать вот эту лещину я знала заранее что эти работы будут поэтому я нашла самое удобное время для пересадки пересаживать растения можно в период покоя либо весной но например в подмосковье это чаще всего это апрель то есть когда оттаяла почва но при этом растение еще находится в спящем состоянии и почки его не распустились я пересаживаю где-то обычно в середине апреля либо это ну например октябрь когда уже закончился листопад и растение тоже находится в состоянии покоя и так весной вот эта лещина была пересажена были очень сильно у нее обрублены корни корневой ком был достаточно сильно обрублен я убрала все лишние побеги побегов было убрано очень много где-то около 10 побегов было убрано не считая маленьких то есть это крупные побеги были убраны как теперь я за ней ухаживаю конечно все вы знаете что такому растению обязательно нужен полив то есть нужно следить за влажностью почвы нужно обязательно замульчировать прикорневой круг ну в общем все думаю это знаете у меня тоже самое все сделано очень важно для таких растений делать вечернее душевание ну либо дневное душевание но в пасмурную погоду то есть каждый вечер по возможности когда я бываю на даче я открываю достаю шланг растягиваю и прям вот как будто прям душем мою вот это свое лещину она себя чувствует весьма неплохо и есть еще один момент на что надо обязательно обратить внимание вот такие растения взрослые пересаженные это растение очень сильно ослабленные и такие растения очень часто повреждают насекомые вредители в общем-то у меня к сожалению без этого тоже не обошлось но это как бы не неожиданно для меня потому что действительно растение пересажено взрослых корни все обрублены конечно она сейчас перебаливает и насекомые в общем они вот прям тут как тут но что самое неприятное ладно бы какая-нибудь это было тля это не тля здесь повреждение щитовкой и повреждение очень и очень серьезное посмотрите видите на побегах эти вот даже не знаю как их назвать такие овальные вкрапления вот это и есть щитовка и если внимательно присмотреться то такое повреждение вот такое нашествие я бы даже сказала можно найти на каждом побеге щитовка коричневого цвета и как бы я бы не сказал что ее прям вот знаете сильно видно но если вы подойдете и так вот будете внимательно рассматривать побег с камера сфокусируется вот она то вы конечно же ее заметите это просто кошмары я таких повреждений жизни не видела вот что значит ослабленное растение и как же я заметила это повреждение смотрите мне некоторые листья стали оголяться щитовка она очень сильно иссушает растения и сначала листочки опадают а потом и засыхают побеги здесь хорошо видно побег а молодой уже полностью голый и вот это влияние щитовки видите вот она здесь очень хорошо тоже видно от щитовки очень хорошо помогает октара на пакетике вы найдете в какой концентрации разводить смотрите сейчас вам покажу какой ужас ого это кошмар октара это системный инсектицид никакими контактными препаратами здесь справиться со щитовкой невозможно потому что сверху она там имеет вот этот защитный слой который полностью защищает ее от контактных препаратов то есть только через системный инсектицид с ней можно справиться я обычно пользуюсь всегда в таких случаях только октарой поэтому собственно поскольку я делюсь своим опытом то я только октару могу вам порекомендовать я уже обработала свою лещину октарой и думаю что будет еще и повторная обработка и надеюсь что я смогу свое растение спасти ну а вам просто хочу сказать будьте бдительны следите за своими пересаженными растениями и в случае нашествия таких вот вредителей сразу используйте инсектициды всем спасибо за внимание и всем пока пока